В СУ сейчас всерьез боятся ополченцы в Донбассе. Мар. 19, 2015-12-54. В Донбассе продолжается перемирие, сопровождаемое перестрелками, при этом украинская сторона продолжает концентрировать свои силы. В последние дни на Донечине в зоне ответственности бригады спецназначения «Восток», район аэропорта Донецка, Авдеевка, поселок Пески, Пантелеймоновка и Ясиноватая, не велись активные боевые действия. Об этом 18 марта в интервью корреспонденту И.А. Реном заявил сотрудник пресс-центра отдельной бригады специального назначения «Восток» с позывным код. Он опроверг заявление украинского штаба антитеррористической операции о том, что ополченцы ДНР обстреляли Авдеевку из артиллерии, танков и минометов. С нашей стороны ствольная артиллерия не используется. С другой стороны, это не мир, а перемирие. Традиционно фиксируются спорадические перестрелки с применением стрелкового оружия, пулеметов и аксов. Украинская сторона продолжает концентрировать силы. С какими намерениями это происходит? Сказать трудно. Вполне допускаем, что в СУ готовят наступление, отметил Кот. По его словам, украинские войска списывают свои военные неудачи в Донбассе на участие в военном конфликте вооруженных сил России. После того, как войска-хунты потерпели сокрушительное поражение под Дебальцево, в котором украинская сторона не признается, противник начал всерьез бояться ополченцев. Если раньше они относились к ополченцам пренебрежительно, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Киев пытается списать свои военные просчеты на участие российских войск в Донбассе. Но сегодня идет формирование воинских структур ВСДНР. Ополченцы усиленно готовят оборонительные позиции. Командование ополчения понимает, что в случае своего наступления, украинская армия окажет сопротивление, поскольку она не настолько разложилась, чтобы с ней было легко справиться, сообщил Кот. Сотрудник пресс-центра считает, что своими заявлениями власти ДНР не угрожают Украине, а наоборот, пытаются упредить эскалацию конфликта. Риторику можно рассматривать как предупреждение Киева. Если украинская власть не пойдет на политический диалог с ДНР и не достигнет компромисса, тогда возобновятся военные действия. Нужно разговаривать, а украинская сторона не хочет разговаривать. Продолжается риторика в терминах террористы, сепаратисты. Это вызовет обострение отношений и уровня существующего напряжения. Это может вызвать боестолкновения. Слова представителей ДНР надо рассматривать не как угрозу, а как предвидение развития ситуации, как предупреждение. В любом государстве есть планы на все случаи жизни. Они обязаны быть, потому что реагирование на ситуацию спонтанным способом не ведет к успеху. Вполне возможно, что какие-то планы разработаны, но это не значит, что их будут приводить в исполнение. Они должны ждать своего часа, считает Кот. Как сообщала АИА Реном, ранее полномочный представитель ДНР в трехсторонней контактной группе в Минске, вице-спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил о возможности возобновления в Донбассе боевых действий, поскольку поправки, внесенные в закон об особом статусе Донбасса, нарушают дух и буквы минских договоренностей. Порошенко хитрит. Юлит, откровенно валяет дурака. Он не уважает народ Донбасса, не хочет мира. Значит, получит войну. И новые жертвы будут снова на его совести. И на совести Турчинова и Яценюка, вместе с которыми он придумывает все новые увертки, чтобы не выполнять минские договоренности, говорится в заявлении Пушилина. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, характеризуя принятые накануне в Верховной Раде решения по особому статусу Донбасса, констатировали, что Киев хочет не мира на востоке страны, а стремиться с помощью насилия и экономической блокады уничтожить Донбасс. По мнению лидеров республик, в ситуации, когда Украина фактически отказала Донбассу в особом статусе и растоптала хрупкий Минский мир и завела ситуацию в тупик, никакие компромиссы невозможны. Приняв несогласованные с республиками документы, Киев показал свою недоговороспособность, а Порошенко и Яценюк цинично посмеялись над своими спонсорами из Евросоюза, потратившими столько усилий на переговоры. ДНР и ЛНР потребовали отмены позорных решений Порошенко и Верховной Рады. Источник, я. Реном. ДНР, ЛНР, война. Лива коммент, рид комментс. Один.